Новости Москва-Баку. Здравствуйте. К 2027 году Азербайджан планирует удвоить экспорт газа в Европу. Об этом заявил азербайджанский лидер Ихам Алиев на открытии состоявшихся сегодня в Баку 9-м министерском заседании консультативного совета по южному газовому коридору и первом министерском заседании консультативного совета по зеленой энергии. В мире за год произошло много изменений. Вопросы энергетической безопасности приобрели всю большую важность для каждой страны. Энергетическая безопасность – это вопрос и национальной безопасности. Все, что было сделано посредством наших совместных усилий в направлении строительства новых энергетических маршрутов и привлечения новых источников, сейчас кажется гораздо более необходимым, чем когда-либо прежде. И хорошо, что мы не теряли времени зря. Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу. Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия. Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке. Так Алиев привел конкретные цифры. Если экспорт азербайджанского газа в 2021 году составил 19 миллиардов кубометров, то в текущем году поставки запланированы на уровне 24,5 миллиардов кубометров. По словам президента, запланировано расширение трансанаталийского газопровода ТАНАП с 16 до 32 миллиардов кубометров и трансадриатического газопровода с 10 до 20 миллиардов кубометров. Президент Алиев напомнил, что в прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих общую приверженность Азербайджана и европейских партнеров энергетической безопасности. В частности, между Азербайджаном и Евросоюзом был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. Данный документ, как отметил глава азербайджанского государства, фактически является четкой дорожной картой для будущих планов. Президент подчеркнул, что Азербайджан расширяет географию поставок голубого топлива. В рамках Южного газового коридора Баку и партнеры работают над созданием новых энергетических маршрутов. В этой связи Азербайджан начал активную работу по поиску дополнительных возможностей для поставок большего объема газа. Так, по словам Алиева, увеличение поставок будет осуществляться за счет больших объемов добычи с месторождения Шах-Денис, а также добычи с новых месторождений. В частности, Алиев обратил внимание, что скоро начнутся поставки азербайджанского газа в Румынию. Кроме того, на днях в рамках состоявшегося официального визита азербайджанского президента в Будапешт, Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа. Алиев также обратил внимание на то, что подписанное 17 декабря прошлого года в Бухаресте соглашение о производстве и транспортировке зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией откроет новую главу в энергобезопасности. При этом президент Азербайджана заявил, что проходящее сегодня в Баку первое заседание по реализации данного соглашения должно дать ответы на вопросы, как будет осуществляться деятельность, как оба будет ответственность каждой страны. Алиев отметил, что Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии. Добавим, что сегодня в энергетических заседаниях в Баку приняли участие комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симпсон, президент Румынии Клаус Йоханис, а также высокопоставленные представители Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Хорватии. Сегодня же госнефтекомпания Азербайджана «Сакар» и румынская «Румгаз» подписали новые соглашения. Согласно ему, в Румынию будут транспортироваться дополнительные объемы азербайджанского газа. Контракт будет действовать на период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года. Кроме того, сегодня же в рамках первого министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии создана рабочая группа Азербайджан, Грузия, Румыния, Бенгрия. 52 государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, накануне в рамках заседания Постоянного совета структуры в Вене, осудили теракт в посольстве Азербайджана в Иране. Об этом сообщил постоянный представитель Азербайджанской республики при ОБСЕ Равшан Саддбейли. На заседании Постоянного совета ОБСЕ поднимался вопрос о вооруженном нападении на наше посольство в Иране. Благодарен 52 делегациям в ОБСЕ, которые вместе с Азербайджаном осудили это нападение, выразили соболезнования семьям жертв и призвали к скорейшему расследованию. Какие именно государства выступили с осуждением теракта, не сообщается. Добавим, что всего в ОБСЕ входят 57 государств. Иран в число стран ОБСЕ не входит. Ранее МИД Азербайджана заявлял, что Иран пытается помешать осуждению в мире теракта в отношении азербайджанского посольства. Тогда было отмечено, что всего вооруженные нападения на ДИ представительства Азербайджана в Тегеране осудили около 100 стран и секретариаты ряда международных организаций, которые подчеркнули в своих заявлениях необходимость наказания виновных. Напомним, утром 27 января вооруженный автоматом Калашникова мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеран. В результате террорист убил начальника службы безопасности дипмиссии старшего лейтенанта Архана Аскерова. При отражении вооруженного нападения еще двое сотрудников дипмиссии получили ранение. Нападавшего удалось задержать. В Азербайджане произошедшее квалифицировали как теракт и призвали власти Ирана к объективному расследованию. После нападения все сотрудники азербайджанской дипмиссии в Тегеране, а также члены их семей, были эвакуированы в Баку. А посольство приостановило свою деятельность. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников посольства, предотвративших теракт. Так, погибший начальник службы безопасности посольства Архан Аскеров посмертно награжден медалью за отчизну. Аналогичной медалью удостоен другой сотрудник посольства Махир Иманов. И орденом за доблесть первой степени награжден сотрудник дипмиссии Васиф Тагиев, который искрутил террориста и был ранен. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне на встрече с главой российского правительства Михаилом Нишустиным на полях заседания Евразийского межправсовета в Казахстанском Алматы снова решил всю ответственность за отсутствие продвижения в реализации трехстороннего заявления Москвы, Баку и Еревана возложить на азербайджанскую сторону. Армянский премьер в очередной раз заявил, что якобы именно Азербайджан не дает возможности разблокировать транспортные коммуникации в регионе, а вот Армениям давно готова. По словам премьер-министра Армении, во время рабочего визита президента России Владимира Путина в Ереван в ноябре прошлого года были согласованы конкретные варианты открытия региональных коммуникаций, но, дескать, из-за, цитирую, деструктивной и контрпродуктивной позиции Азербайджана достигнутые договоренности не удалось выполнить. Пашинян вновь заявил, что открытие коммуникаций между основной частью Азербайджана и Вонахчеванской автономной республикой должно осуществляться в соответствии с законодательством Армении и что коммуникации должны действовать под суверенитетом тех стран, по территории которых они проходят. Таким образом, снова отвергая коридорную логику. Напомним, в трехстороннем документе, подписанном лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года, говорится следующее. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Добавим, что официальный Баку неоднократно подчеркивал, что Зангизурский коридор, который свяжет основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахчеванской автономной республикой, в соответствии с трехсторонним документом, должен быть реализован именно в коридорной логике. Так же, как действует Лачинский коридор, соединяющий Армению и неподконтрольную Баку часть Карабаха, где на сегодняшний день нет таможенных постов. Если же армянская сторона отказывается от реализации проекта Зангизурского коридора именно в таком ключе, соответственно, на Лачинской дороге должны быть установлены все проверочные посты пограничные и таможенные. Добавим, что Азербайджан уже строит свою часть Зангизурского коридора. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на полях заседания Евразийского межправсовета в Алматы заявил, что Россия считает важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджан и Армении. И подчеркнул, что Москва выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. По его словам, создание новых маршрутов отвечает интересам всех сторон. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о полной отмене смертной казни в стране. Отмечается, что в Азербайджане мораторий на исполнение смертной казни был введен еще в 1993 году. При этом были исключительные случаи, когда высшая мера наказания могла применяться за военные преступления, совершенные в годы войны. Теперь же будет введен мораторий на казнь во всех случаях. Отмечается, что сегодня в Азербайджане принимаются целенаправленные и последовательные меры по дальнейшей либерализации уголовно-правовой политики. Так, акты об амнистии, принятые по инициативе президента страны, были применены к более чем 57 тысячам человек, а подписанные им распоряжения об амнистии охватили около 6 тысяч человек. Азербайджан достраивает три тоннеля и три виадука на новой дороге, связывающей освобожденные от оккупации города Физули и Шушам. В этом году автомагистраль будет сдана в эксплуатацию. Об этом заявили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджанской республики. Строящаяся высокоскоростная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша общей протяженностью почти 82 километра, на большей ее части шестиполосная, по три полосы в каждую сторону, а в высокогорной части она будет четырехполосной. Также вдоль дороги сейчас прокладывается семь тоннелей, общая протяженность почти 6,5 тысяч метров, девять виадуков протяженностью 2000 метров и 30 подземных переходов. Дорога пролегает по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Хаджавенского, Хаджалинского и Шушинского районов Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова